Наверное, это чуть ли не самое громкое событие в криптовалютном мире в этом году. Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Форк произошел. Сеть биткоин кэша разделилась на два лагеря. На Bitfinex уже торгуются обе цепочки Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Обе новорожденные монетки стартовали с курсов более 400 долларов, а потом скатились до 280-97 долларов соответственно. Несмотря на все старания Крейга Райта перед самим форком, которые поначалу даже окупились, посмотрите, что большинство майнеров перед форком поддерживали Bitcoin SV. Сейчас ситуация совершенно иная. Хешрейт сети Bitcoin ABC внушительнее, чем SV. Да, уж такого захватывающего хардфорка криптосообщество давно не видело. Наверное, это чуть ли не самое громкое событие в криптовалютном мире в этом году. Теперь мы можем себя поздравить, мы стали свидетелями написания истории. И многие люди винят именно этот кусочек истории в недавнем падении криптовалютного рынка. Если существуют all-time highs, то есть исторически самые высокие цены, то в этом году криптовалюта увидела all-time lows, самые низкие цены в этом году. Более того, возможно, падение еще не закончилось. Но забавно то, что криптовалюта это единственный рынок, с которого панически бегут, видя падение цен. Вы представляете, что бы так бежали из магазина мобильных смартфонов, например? Но если бы там скидочки 80-90% были, разобрали бы все, как горячие пирожки. Когда в последний раз вы видели такой курс? Октябрь-ноябрь прошлого года. Манера 88 долларов, лайткоин 43, трон половину цента стоит. Вау! Для тех, кто продолжает закупаться криптовалютными активами, начиная с 20 тысяч долларов за биткоин, такая картина выглядит убийственной. Кстати говоря, о падении криптовалют я узнал с помощью своего же мониторинга Exchange Sumo. У меня как раз стояла напоминалка о курсе 5,5 тысяч долларов за биткоин, вот она-то неожиданно и пришла мне на почту. А если вы хотите покупать криптовалюту по конкретному курсу, но у вас нет времени следить за ценой, можете поставить себе такую же напоминалку и получить уведомление, когда желаемый курс появится. Ссылка будет в описании. Учитывая ту сумасшедшую поддержку, которая держала биткоин на уровнях в 6200 долларов на протяжении нескольких месяцев, такой прорыв может абсолютно перевернуть ситуацию с ног на голову. Собственно, это твиттер Райта, инициатора хардфорка БиткоинСВ. Вот что он пишет. Всем майнерам биткоина. Если вы переключаетесь на майнинг биткоин кэша, нам возможно потребуется финансировать это с помощью биткоина. Если мы это сделаем, мы продадим его за доллар. Что ж, думается мне, что рынок биткоина утонет. Подумайте об этом. Мы продадим очень много. Просто имейте в виду. Хорошего вам дня. Если биткоин упадет до 1000, я не расстроюсь. И после в комментариях добавляет. О, Роджер Вер и Джихан Ву тоже продают. Им тоже нужно продать биткоин, чтобы оплатить рентабельный хешрейт. Если это затяжная война, то ожидайте цены на биткоин уровня 2014 года. Подумайте, к чему это может привести. Да уж, вот к чему приводит гонка двух вилок биткоин кэша. В стремлении получить больше майнинговых мощностей. У кого их будет больше, тот, собственно, и победил. Успех также зависит от того, кто будет контролировать большую часть нот в сети. И Крейг Райт, очевидно, готов потопить весь рынок ради собственных амбиций. Как мне это комментировать? Во-первых, биткоин за 5000 долларов меня уже расстраивает. Боюсь представить свои ощущения при цене 1000 долларов за биток. Ведь впервые я купил биткоин чуть дороже 2000 долларов за монету. Во-вторых, раньше мы считали хардфорк биткоин кэша чем-то техническим. Разработчики не сошлись в программных обновлениях протокола и решили уйти каждый своим путем. Но теперь это уже совсем не технический подтекст, а скорее политический. Теперь это противостояние как минимум Роджера Вера, который топит за биткоин ABC, и Крейга Райта, что стоит за биткоин SV. Вот только разница между Роджером и Крейгом в том, что Роджер не был готов обваливать рынок ради этой войны. У меня нет намерений начинать войну за хешрейт с Крейгом Райтом. Потому что если я начну, цена биткоина упадет ниже годовой поддержки. Она даже может достичь 5000 долларов. Но с тех пор, как Крейг Райт обнаглел, я готов биться до смерти. На эти слова Райт отреагировал незамедлительно. Просто напоминаю, ни один день и даже ни недели продолжительная битва до тех пор, пока один из нас не умрет. Мы не остановимся. А вы кого поддерживаете, пишите в комментариях. А если вам интересно, кто и чью сторону занял в этой войне, пожалуйста, на этом сайте можно все увидеть собственными глазами. Я оставлю ссылочку в описании. Собственно, справа у нас те, кто за биткоин SV. Слева те, кто за биткоин ABC. А в середине разместились нейтралы. И таких людей большинство, кстати говоря. Что я заметил, наблюдая за ситуацией уже недели полторы, это то, что многие люди перешли в нейтральную зону, увидев всю серьезность заявлений обеих сторон. А это показывает их неуверенность в том, что произойдет дальше. Этот форк больше социальная или политическая схватка, замаскированная под технические дебаты. Так комментирует произошедший хардфорк биткоин кэша Питер Резун, главный исследователь Bitcoin Unlimited. Я полностью с этим согласен. Итак, ребята, в этом видео я хочу прямо предупредить каждого человека, который холдит биткоин или думает о его приобретении сейчас. Буду с вами честным. Судя по всему, даже на этом падении история может не закончиться. На самом деле нет прямых доказательств тому, что Роджер Вер и Крейг Райт занимаются перекачиванием хешрейта биткоина в свои форки. Да, эти действия повлияют на курс, но и они по важности уступают место совершенно иному фактору. По-моему, гораздо важнее сейчас то, что видят другие люди. Люди, которые по ту сторону. Они видят эту нестабильность, видят эту централизацию биткоина на крипторынке. И они просто скидывают свои активы. Все, что демонстрирует монета с огромной капитализацией, по большей части является проекцией всего криптовалютного рынка. Поэтому всех криптовалютных холдеров я предупреждаю. Будьте готовы. Мы можем уйти еще ниже, прежде чем снова вернуться к росту. Но не спешите расстраиваться. Давайте предположим, что биткоин обвалится до 2000 баксов. Хотя я в это не верю. В этом случае вы услышите истерические вопли отовсюду, откуда только можно. Телевизор, радио, интернет, друзья, в конце концов. Все они будут плакать. Биткоин умер. Но даже так люди, купившие его в начале 2017 года, имеют 100% дохода. Всего лишь за год. Если ты получишь 7% прибыли на традиционном фодовом рынке за год, ты еще и порадоваться успеешь. Почему же не радуешься здесь? Подумай об этом. Подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Ставь лайк, если в этом видео нашел для себя какую-либо ценную информацию. Обязательно поделись видео с друзьями, мне это очень поможет. Также не забывай о нашей группе ВКонтакте, Телеграм-канале, моем собственном мониторинге обменников в Exchange Sumo. Все ссылки будут в описании. Меня зовут Богатейший Ди. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»